Сначала все началось с того, что меня вытащили с машины, на меня наставили автомат, начали задавать вопросы. Потом этот человек, который меня вытащил с машины, подошел еще к некоторым военным. На специальной машине приехал еще один человек, с которым я впоследствии работал уже, который давал мне на телефон, который более-менее мне дал какую-то информацию. После где-то двух-трех часов общения со мной уже именно на блокпосте, в этот момент, конечно, у меня уже забрали телефон, у меня забрали документы, меня уже полностью начали проверять. После этого сказали, что садись в машину, ну, военную, соответственно, и меня уже перевезли именно в тюрьму, в одиночную камеру. Это где-то уже было ближе к 13 часов уже дня было. Я пришел в камеру уже просто от пережитого шока, ужаса, я сразу же уснул. Ближе к 7 часам уже пришли именно вот эти люди, которые с блокпоста военные, и они уже начали задавать вопросы, кто я, вообще отношусь, как отношусь к войне, имею ли я отношение к терробороне, имею ли я отношение к военным. Тоже были такие вопросы. Ну, где-то после 10-15 минут все-таки меня освободили, сказали сначала, что, типа, мы отвезем тебя уже в Запорожье на эвакуационных автобусах. Ну, однако же, на следующий день меня никто не отвез, соответственно, я продолжил сидеть. Тех людей, которые там находились, их же не щадили. Ну, к ним применяли, к ним применяли физическую силу, к ним применяли пытки. И ты же понимаешь, что тебя не пощадили вот сейчас, а на следующий день или на через один день тебе же может прийти и с тобой будет точно то же самое. Вот это очень страшно. Ну, и сами вы понимаете, всю жизнь в одиночной камере. То есть, получается, у тебя, я помылся только через 2 недели, вещи первые постирал только через 3 недели. Туэт у меня тоже не работал. Мне приходилось брать железную миску, а ну, откуда ел я, ну, наливать воду, сливать, ну, вот этот в унитазе сливать. Первые 4 дня я не ел, не пил, потому что я банально не хотел. Я просто вот, ну, так сказать, сел на деревянной кровати сидел, ну, так скажем, кровати. Ну, и просто вот ждал свою участь, и у меня было в голове только 3 вопроса. Почему, зачем и когда. Ну, потому что, когда выдаешь в одиночную камеру, ты думаешь, кто я, военный преступник, террорист, кто я. Вот самый большой страх наводило, когда ты вот сидишь в камере, слышишь, как пытают других людей, вот эти все крики, стоны. И, наверное, вот такой был один, вот такой эпизод был, когда, ну, у меня, в мои обязанности тоже ходило, вот так скажем, убирать комнату пыток, убирать. И вот я хорошо запомню, когда я вхожу в эту комнату, вот там человек просто висит на потолке, привешенный проводами. Ну, капает, естественно, кровь, все на полу, в крови. И это входило в мои обязанности терять весь пол, помыть тряпки, вылить эту воду, ну, и обратно зайти себе в камеру. Это тоже входило в мои обязанности. Люди, понимаете, которые никогда не попадались в такие ситуации, которые, вот знаете, вот не находились в замкнутом пространстве, не находились в комнате 2х2, где ты, по сути, ну, не можешь ты выйти. Твоя жизнь буквально пару метров. Все, ты можешь метр туда, метр обратно. Все, это твоя жизнь. И вот когда ты попадаешь в такую ситуацию, ты реально по-другому начинаешь ценить жизнь. Ты понимаешь, вот начинаешь ценить свежий воздух, начинаешь ценить жизнь. Ты понимаешь ценность жизни. Ты реально понимаешь, что жизнь – это большой дар.